Первое, что мы должны сделать с вами, это авторизоваться, чтобы использовать наш сервис. Авторизуюсь. Еще раз подсказываю, что у вас должен быть в это время открыт ваш аккаунт. Тот аккаунт, от имени которого вы создали группу. Вот в данном случае у меня Ирина Смирнова, не Ирина Смирнова, а Стахова, рабочий, так сказать, аккаунт, а тот аккаунт, которым я, мой личный аккаунт, которым я буду продвигать всю работу со своим блогом. Я должна нажать вот на эту кнопочку «Разрешить». И я попадаю на главную страницу вот этого ресурса. Что я буду сегодня делать? Вот я выхожу опять на ту группу, где я работала, где мы делали с вами на прошлом занятии «Аватар» и «Баннер». Моя группа посвящена созданию блога на платформе WordPress. То есть вот эта группа будет идти у меня, вести на мой блог. Я это говорю вам сейчас не просто так для какой-то информации, я говорю это для того, чтобы вы поняли, каким образом все должно быть завязано. Поэтому свою группу, аватарку группы я выбрала вот такую вот. Вот она эта аватарка. Это первая моя запись. Теперь посмотрите. В углу баннера, вот в этом углу, я сделала вот такую вот, ну такую кнопку и назвала ее меню. Для чего я это сделала? Для того, чтобы человек, который пришел ко мне в группу, он увидел вот эту яркую кнопку, такую привлекающую внимание, захотел по этой кнопке перейти и получил дополнительную информацию. Посмотрите, какая у меня должна быть информация. То есть я на баннере пишу, что это простые и понятные уроки для блогера, создающего свой сайт на платформе WordPress. Вот здесь вот, когда я буду оформлять дальше свой блог вот в этом статусе, я напишу, что это группа, которой есть онлайн обучение, оказание услуг, то есть вот такие вот вещи все, да, и информация, которая лежит на блоге. Из всей той информации, которая здесь будет выложена, мне нужно, чтобы люди у меня уходили туда, вот где поставлена цель, чтобы они могли работать. Это, давайте посмотрим сразу, это полностью на мой блог, вот он мой блог, вот эта вот ссылка, вот по этой ссылке мы сейчас с вами пойдем. Дальше, это вот такая страничка, где у меня полностью выложены все шаги по созданию, вот первая ступень подготовительная, вторая создание блога. То есть все вот эти вот статьи, я их постоянно заполняю, подправляю сюда, дополняю статьями и видео. Это для тех людей, кто хочет самостоятельно создать блог бесплатно. Вот здесь так и написано, своими руками создать блог бесплатно. И третья страничка, где я могу оказывать услуги. Мне надо, чтобы люди вышли вот на эти три странички. Вышли мы с вами вот на наш ресурс, который называется VK-Profi.ru. Вот он. В прошлый раз мы с вами занимались аватаром группы, сегодня мы будем создавать меню группы. Меню группы практически ничем не отличается по такой вот конкретной работе с аватаром. Здесь только видите, у нас нет с вами, ну, никаких полей. То есть здесь вы можете, вот здесь конкретно вот по этим вот линеечкам, линеечкам можете определить размер своего изображения, того, что вы будете здесь делать. Работа идет точно так же, но только обратите внимание, что здесь есть два режима. Первый режим – это редактирование, и мы сейчас с вами в этом режиме находимся, да? Второй режим – разметка, он сейчас выключен. Переключение идет вот этими кнопочками. Переключение сюда, переключение в обратную сторону. Здесь, когда мы нажимаем на плюсик, у нас появляются все те же самые ссылки. Текст, картинка и спрайт. Загружаю я его обычно. Нажимаю на картинку. Открывается рабочий стол. И на рабочем столе я ищу эту картиночку. Вот она, эта картинка моя. Вот она сюда сейчас загрузилась, эта картинка. Видите, она у меня как бы меньше размером. Но я могу ее здесь, как обычно, растянуть так, как мне надо. То есть я могу ее вот так подтянуть. Я могу ее растянуть вот так. Пусть она будет немножко вытянута, ничего страшного. И вот я ее дотянула до... Вот так, чуть-чуть поднимем. Вот так вот. Дотянула ее до вот этого размера, чтобы она вот такого размера у меня была. Вот она. Я поставила этот фон сюда. Что я делаю дальше? А дальше я вставляю сюда, просто вставляю сюда кнопки. Яркие кнопки, которые вы ввели конкретно на те страницы, которые я для себя, так сказать, продумала, куда это будет все вести. Для этого я нажимаю вот эту кнопочку спрайт. И в этой кнопочке спрайт, вот здесь, как мы говорили, есть формы, есть иконки. Вот они. А есть кнопки. И вот посмотрите, здесь много кнопок. Вот, например, для меню я брала вот эту вот кнопочку. Вы потом видео посмотрите, если захотите. А у меня вот по, так сказать, по внешнему виду, по цветовой гамме очень подходит вот эта кнопка. Вот я эту кнопку и взяла. Видите, она как бы сочетается у меня здесь. Что я делаю с этой кнопкой? Я эту кнопку увеличиваю в размере. Причем увеличиваю в размере, и я могу ее сделать и уже, и шире. Вот так вот, наверное. И могу поставить ее где-то вот тут вот в центре, так, чтобы она хорошо в центре смотрела. Вот такая у меня получилась кнопка. Я на этой кнопке потом напишу информацию. То есть я покажу, куда эта кнопка будет у меня вести. Вот так вот, чуть пониже. Но мы говорили о профессионализме. Раз профессиональное должно быть внешний вид, то все кнопки должны быть у нас, ну, по крайней мере, если они будут одинаковые, то они все должны быть одинакового размера. Вот чтобы сделать их одинакового размера, посмотрите, у меня вот здесь вот есть с правой стороны в меню, напротив кнопки, есть вот такие вот три точечки. Я нажимаю на эти три точечки, посмотрите, у меня здесь есть возможность удалить, а есть дублировать. Я нажимаю дублировать, и у меня появляется вторая такая кнопка. Видите, абсолютно такая же. Ее не надо будет ничего с ней делать, с этой кнопочкой. Вот я ее сюда вот так вот ставлю. Может чуть-чуть повыше. И я делаю такую же еще одну кнопку. У меня же три странички. Так, вот сейчас только решу, где. Вот она эта кнопка. Вот. И я ее абсолютно вот так вот одинаково выставляю сюда. Вот они абсолютно одинаковые кнопки. Теперь моя задача сделать здесь текст. Я кликаю вот на эту кнопку текст. Я этот текст ставлю вот сюда, в центр этой кнопки и начинаю его растягивать до такого вида, который мне необходим. Давайте я вот здесь сразу заменю этот текст на те слова, которые я хочу создать. Значит, у меня здесь будет выход на блок, на главную страницу блога. Вот, тяну его сюда, в центр. Выделяю этот текст. Делаю его белым. Вот сюда кнопочку перетаскиваю. Чтобы, значит, я могу вот в это окошечко ввести код белого цвета. А могу вот перетащить самый маркер. Вот этот уголок, у любого цвета, вот этот угол, это белый цвет. И нажать вот на эту зеленую кнопочку. Вот она стала у меня, слова эти стали у меня белые. Но я их вот так вот, вот так вот поставлю. Вот такого размера. И, наверное, вот этот шерифт меня так и устроит. Я могу здесь шерифт поменять. Вот здесь вот. Ну, например, вот на робота. Вот давайте робота оставим нам. Чуть поуже будет, да? Ну, вот такой вот. Вот так вот в размере. Вот такой вот по центру я ставлю. Все. Теперь смотрите. Я создала этот текст. И я бы хотела, чтобы на всех трех кнопках текст был одинаковый. Поэтому мне достаточно сделать что? Опять выйти вот сюда в меню. Напротив вот этой кнопочки текст. Три кнопки нажимаю. И пишу дублировать. И у меня дублируется. Так. Вот он. И у меня дублируется этот текст. Вот я его сюда перетащила. Давайте я еще раз его продублирую. Вот. Плохо кнопочку нажала. Вот. Теперь я ставлю вот сюда эти все три слова. Теперь я могу поменять здесь. Здесь я могу написать услуги. Услуги. Так. Так. Кнопочку оставляю. Текст перетаскиваю вот так вот, чтобы он был у меня. А здесь я меняю. Добавляю. Создать. Но. Вот здесь прочерк. Получается длинный он. Я могу увеличить кнопку, а могу просто немножечко уменьшить саму. Вот так вот, сам текст. Вот такие вот три кнопки я сделала. Пять кнопки. Вы можете создать рисунок кнопки и загрузить его как изображение сюда. И точно так же с ним работать. То есть ваше изображение тоже можно дублировать. И точно так же можно с ним работать. Так. Ну что. Мы сделали такое меню. Но теперь наша задача заключается в том, что нам нужно, чтобы каждая кнопка куда-то вела. Вот тут немножко съехал мой блок. Давайте вот так вот делаем. А чтобы сделать, чтобы каждая кнопка куда-то вела, мне нужно перейти из редактирования в разметку. Вот так вот я делаю. Видите, у меня появляется сразу окно ссылки. Вот здесь, видите, цепочка. То есть вот это вот у меня здесь будет. Я сюда буду вводить ссылку. Но если я сюда в это окно введу ссылку, то у меня будет реагировать на эту ссылку абсолютно весь рисунок. Поэтому я должна сделать следующее. Я хватаю, вот смотрите, внимательно. Зажимаю, подвожу курсор вот к этой верхней линии, линейки. Появляется такая стрелочка. Зажимаю левой кнопкой. Появляется такая маленькая красненькая полосочка. Я эту красненькую полосочку тяну и ставлю между кнопками. То есть я разделила, отделила. Вот она, видите, реагирует у меня. Отделила вот эту часть. Я отделила от всех остальных. То есть вот эта часть у меня будет реагировать на клик отдельно. Дальше я беру вторую раз такую линию. Так, вот она, эта линия моя. Ну, давай, 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 цепляйся. И тащу ее вот сюда. И вот я разделила на три части весь рисунок. Смотрите, вот реакция. Я навожу курсор. У меня здесь рисунок реагирует. Я навожу курсор. Здесь рисунок. Эта часть услуг реагирует. Я навожу курсор. Вот эта часть услуг реагирует. Я навожу курсор сюда. Кликаю на нее. На эту часть, на блок. Выхожу на свой блок. Беру ссылку на свой блок. То есть ту ссылку, куда я хотела бы, чтобы у меня вот эта кнопка повела. Ввожу. Вот она, моя ссылка на мой блок. Есть. Все. Сохранилось. Теперь я кликаю на вторую часть. Вот она, вторая часть. Первая часть высветлилась. Определилась вторая часть. И посмотрите, поле ссылки осталось пустое. Я выхожу на страницу с услугами. Копирую эту ссылку. Захожу в ресурс. И вставляю вот сюда эту ссылку. Понятно, да? И выделяю третью часть. Вот она выделилась. Она стала более темная. Освободилась вот эта часть у меня. И я захожу в создать блок своими руками. Вот эту ссылку беру. И ввожу ее вот сюда. Все. Я создала. Если я кликну сюда, посмотрите на первую кнопку. У меня ссылка Alt Academic.ru на блок. Если я кликну сюда, у меня мои услуги. Если я кликну сюда, у меня получилось создать блок. Все. Теперь задача какая ваша? Когда вы все это сделали, вы должны это меню сохранить. Нажимаем. Еще раз показываю. Нажимаем вот сюда в левом верхнем углу три полосочки. Нажимаем на них. И у нас появляется здесь возможность сохранить шаблон. Сохраняйте его обязательно. Она идет дольше, чем загрузка аватарки. Почему? Потому что здесь ссылки. Итак, я пишу это шаблон 1. Вот так вот. Кликаю сюда. Все. Я сохранила этот шаблон. А теперь посмотрите. Теперь наша задача этот шаблон установить. То есть вот эту менюшку установить. Что мы делаем? Мы не выходим из разметки. Мы заходим вот сюда. И пишем экспортировать меню в контакт. Но, смотрите. Прежде чем экспортировать, вам нужно выбрать группу. Куда вы будете это делать? У меня группа называется «Все для начинающего блогера». Я ее выбираю. Она появляется вот здесь. У меня эта группа. Я пишу «Экспортировать меню в контакт». Экспорт пойдет. Вот она, загрузка прошла. И теперь посмотрите. Видите, что у вас появилось? У вас появилась вот такая информация. Вот это вот одна информация. То есть вы можете вот таким образом загрузить страницу меню. Если вы возьмете для того, чтобы вы можете как вики-страничку загрузить ее, вы можете взять вот эту вот ссылочку и ее просто загрузить. Но, когда вы загрузите эту ссылку, получится такая не очень хорошая информация, потому что это менюшка у вас будет называться меню, и будут стоять рядом вот эти вот цифры. Они не очень красиво смотрятся. Мы поэтому этого делать не будем. У нас есть возможность с вами загрузить код. Код меню вот он. Посмотрите, какой мы код берем. Вот ни в коем случае не берите слова «код меню», а вы берете информацию вот отсюда, вот от этих вот квадратных скобочек и полностью все квадратные скобочки захватываются. Копируем. Скопировали. Все. Теперь выходим в нашу группу. В нашей группе нам нужно вот к этой части, к этому баннеру прикрепить это меню. Что мы делаем? Первое, что мы должны с вами сделать, это открепить этот баннер от вот этой части, от этого верха, снять отсюда, для того, чтобы у нас открылась ссылка «Свежие новости». Значит, прежде чем я сейчас это сделаю, я хочу немножко показать вам, чтобы вы, если у вас не будет получаться при открытии «Свежие новости», чтобы вы поняли, где вы можете это исправить. Вы должны зайти в «Управление сообществом», вот сюда. И вот здесь, в «Управление сообществом», у вас есть вот такая ссылка «Материалы». Вот она у вас должна быть ни в коем случае выключена. Она у вас может быть ограниченная или открытая. Вот давайте поставим мы ее открытой. Вот в этом случае ваши материалы будут давать информацию, как «Свежие новости». Пишем «Сохранить». Выходим опять в группу. И вот теперь мы с вами, переходя по ссылке «Времени загрузки», выходим на этот баннер. И у нас здесь есть вот такая ссылочка «Открепить». Открепляем этот баннер. Закрываем. Для того, чтобы он ушел вниз и открылась ссылка «Свежие новости», обновляем страничку. Нам нужно ее обязательно обновить. Видите, она у нас ушла вниз. Вот она, эта запись, она ушла у нас вниз. Что мы делаем? У нас есть, теперь появилась вот такая ссылка «Свежие новости». Мы сюда заходим «Редактировать». И у нас появляется Вики-страничка. Вот в Вики-страничка мы просто здесь пишем слово «Меню». Я даже не выделяю его как заголовок, я просто пишу слово «Меню». И пишу «Сохранить страницу». И выхожу на ее просмотр. Вот эта ссылочка «Меню», видите, вот эта страничка, она у нас активна. Я кликаю на нее. То есть я создала эту страничку. Захожу в ее редактирование. Вот эта кнопочка у вас должна быть. Режим Вики-разметки. Вставляю сюда этот код. Сохраняем страницу. И пишу «Смотрим предпросмотр». Вот он предпросмотр у нас. Когда это у нас все появилось, мы можем с вами проверить. Посмотрите, я подвела сюда курсор. У меня открылась ссылка, на которую будет вести. Вот я смотрю, открывается мой блог. Вот та страничка, куда я хотела, чтобы эта ссылка у меня повела. Услуги. То же самое, видите, подходит, ссылочка открывается. Значит, если я кликну, я не буду сейчас кликать, то я выйду туда. И создать блог. Тоже открывается ссылочка. То есть вот наше меню с вами создано. Так, давайте зайдем в редактирование. И возьмем вот эту вот ссылочку. Сохранить страницу. Так, захожу в свою группу. Все получилось. Мы должны прикрепить вот сюда. Давайте еще раз попробуем прикрепить. Закрепить. Нашу страничку. Закрыть. Обновить. Сюда нажимаем 2 часа. Редактировать. Вставляем вот сюда страничку. Вот он, блок появился у нас. Вот эту вот ссылочку мы убираем. И пишем сохранить. Так. Выходим сюда. Обновляем. Вот и все появилось на этом меню. Вот теперь смотрите. Вот с этого баннера, когда человек кликает на меню, открывается вот это вот то меню, которое мы с вами решили сделать. Продолжение следует.